Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава называется Трума. Мы говорили о храме, о ковчеге завета, где находится скрижаль. Мы говорили о миноре, о столе предложения, о маленьком жертвеннике, о всех предметах храма. Теперь поговорим о храмовом дворе. Что у нас стоит в храмовом дворе? В храмовом дворе у нас стоит жертвенник. Большой медный жертвенник. Размер жертвенника 5 локтей на 5 локтей. Высота его 3 локтя. Грубо если посчитать, то это 2,5 на 2,5 метра, высота 1,5 метра. Небольшой такой жертвенник, казалось бы, считается большим жертвенником. Это жертвенник для того, чтобы приносили на нем жертвы животных, хлебное приношение, вино, масло. Ну и есть праздник сукон, когда возревается даже вода на жертвеннике. Кроме жертвенника, во дворе между самим храмом и жертвенником стоит умывальник. Медный умывальник на медном основании, он очень важен. Подойти к храму или к жертвеннику без того, чтобы обмыть руки и ноги коины не могли. Это очень опасно для их жизни. Левиты и коины, которые служили в храме и все это выполняли, перед тем, как зайти в храм, обязаны были омываться. Жертвенник медный, он внутри полый, пустой, в нем ничего нет внутри. Это же был переносной жертвенник. Когда его переносили с одного места на другое, в него засыпали землю или песок там, что там было. И так он становился уже таким мощным более. Есть мнение, что делали, на каждой стоянке делали основание. Из камней высокое, как стационаром жертвенники в храме. И был пологий склон, такой пандус, по которому заходили и выходили коины, левиты. А если нет, вот как написанная его высота, три локтя. Вот такой его ставили на землю и так и служили, так и приносили жертву. Там есть, на жертвеннике есть кольца, в которые оставляются шесты для переноски жертвенника. Шесты тоже деревянные, обитые медью, как и с там жертвами деревянные, обитые медью. И есть там решетка, медная сетка, которая находится в середине жертвенника. Как это все работает, мы особо не знаем. Есть разные мнения комментаторов, есть мнение, что было, вот как есть, один огонь был. Есть такое мнение, что это было, четыре огня. В общем, брали с одного, брали уголь, горящий, берем сеть в другое место. Но об этом сейчас мы не будем много говорить. Что дальше? Дальше у нас есть забор. Тора пишет, что ширина двора 50 локтей, то есть около 25 метров. А длина двора 100 локтей, около 50 метров. С одной стороны у нас есть столбы 20 столбов с одной стороны, 20 столбов с другой стороны, и с задней западной стороны двора 10 столбов, и с передней стороны при входе тоже 10 столбов. Эти столбы идут высотой в 5 локтей. Не 10 локтей, как в самом храме стоит. 10 локтей высота шатра откровения храма. А здесь 5. Получается здесь высота забора 2,5 метра, грубо, если посчитать. Значит, это деревянные, получается, балки такие, и они обвиты серебряными нитями. И на них крючки, тоже крючки обвиты серебряными нитями. Так они крепятся к балке. И можно себе представить, идет такая балка, как катушка нитка, намотана на нее, получается, серебряная нить, как она переливается на солнце, и всходят эти балки в основание из меди. Можете себе представить, полированная медь красная, это серебро вставляется, это все блестит. А покрышки столбов идут из серебряной, листовой металл, серебро. То есть это все трудно себе представить, как это красиво, как это все смотрится. И сам забор сделан из белой нити, из ледяной нити. Ну, впечатление, что это полотно. Наши мудрецы говорят, это была сетка. То есть оно было, было все это в виде сетки. И эта сетка красиво, видно, одевалась там, в общем, блеск такой идет и от столбов, и от подножия, и от покрышек, и от этой сетки. В общем, это, конечно, что-то было невероятное, этот храм. А впереди при входе идет занавес. Значит, называется тоже полох при входе во двор. Есть полох при входе в шатер, и там изображение, сделанное в виде вышивки по ткани. А здесь при входе во двор тоже в виде вышивки по ткани. То есть не сотканы, как в завесе, деляющая святилища, царствыхи, на потолке храма. Там кругу были вытканы. А здесь именно рисунки были вышиты. То есть такая работа тоже красивая, но это менее сложная работа по сравнению с тем, что выткать. Получается размер этого входа был такой. Получается 10 столбов, которые были по всей длине входа. Получается три столба с правой стороны, три столба с левой стороны, а посредине на четырех столбах висел этот занавес. То есть на равные части разделить тогда получается два с половиной метра между двумя столбами. То есть семь с половиной метров с одной стороны, с другой стороны. Это был забор, а получается остальные десять метров получается у нас полог при входе во двор. То есть большой вход такой, достаточно. То есть получается десять метров это нормальное расстояние, чтобы не входили, выходили. То есть все это продумано, чтобы всем было все хорошо. что еще. Написано, что крепятся вот эти все столбы еще веревками и колями. Все эти коля идут из меди. Да и сам шатер, который стоит, тоже натягивали и привязывали веревками эти покрывала к медным колям. Вот так вот. Маше не знал, когда был общий подсчет серебра, потраченного на шатер. Он не мог найти серебро. Он говорит, немножко серебра не хватает. Куда его употребили, не мог понять. был на четкое количество там у стоке каров серебра. Все, понаходил, какое-то маленькое количество не может найти. И начали уже говорить, что у Маше стала шея толще. Это та на верам, это его четвероюродные братья, которые вечно недовольны были. Которые потом присоединятся к восстанию караха и погибнут. Так ему раздался небесный голос и сказал, что ты же потратил на вот этот забор, на эти нитки. И там Маше успокоился. Он понял, что когда что-то строишь большое, такие вещи, как нитки, мог он не учесть. Просто забыл за них. И тогда все стало на свои места. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел Бенефим, Берта Батекстрей, Самуил Бенгерш, памяти Ури Бенхаритон, Мендер Бенмедель, Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенесхак, Борис Беннария, Анна Батривка, Полина Перва Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Эфим Бенестер, Двой Робот Мирья, Моисей Бенева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бенраиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бенберт, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Тантьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Мак Беннина, Ира Бат-Вера, Леон Беркулара, Рафаэль Бенклара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бенхая Авива, Фим Бенцоня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гаря Бат-Вадим, Мазал Бараса Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бенури, Загросший Дух, Арон Ария Бен Двойра, Низь Бенахума, Гарь Бат-Цара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль Ария Лей Бен Лариса, Бараса Берют, Лаир Бен Рая, Мойша Бен Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Талья, Всего хорошего, Олегу Маршенко, И до следующих встреч, Надеюсь, она состоится Завтра в 10.40, И пусть скоро закончится Страшная война. Шалом!